Всем привет! Сегодня мы поговорим о парадоксе Монти Холла. Суть парадокса была прекрасно изложена в фильме «21». Это задача из одной телеигры. Так, Бен, вы участвуете в телеигре, и вам дана возможность выбрать одну дверь из трёх. Ясно? За одной из дверей новый автомобиль, за двумя другими – самокаты. Какую дверь выберете? Эээ... номер один. Бен выбрал дверь номер один. Теперь ведущий, которому известно, что находится за каждой из этих дверей, решает открыть другую дверь, например, дверь номер три. И мы видим, там самокат. Дальше – Бен. Ведущий спрашивает – Бен, ваш выбор остаётся за дверью номер один? Итак, стоит ли вам изменить свой выбор? Да. Ого! Но ведь ему известно, где машина. Так, откуда вы знаете, что он не пытается вас запутать таким психологическим ходом? Ну, меня это не волнует. В смысле, мой ответ основан на статистике – на замене переменной. На замене переменной? Это был простой вопрос. Но он всё изменил. Поясните. Ну, в первый раз вероятность правильного выбора составляла 33,3%. Но после того, как он откроет одну из дверей, она составит 66,7%, если я изменю свой выбор. Поэтому я выберу дверь номер два. И поблагодарю за лишние проценты. Точно! И под каждым видео о парадоксе полно вот таких комментариев. Вот этот мой любимый. Папка, о которой идёт речь, это профессор математики в Калифорнийском университете в Беркли. Но диванные эксперты – это самые умные люди в мире, так что им доказывать что-то бесполезно. Но задача довольно интересная и относительно проста для программирования. Поэтому сейчас быстренько соберём программку, которая будет моделировать процесс игры. А заодно и посмотрим, сколько там процентов будет. Поехали! Нам понадобится два текстовых поля, чтобы выводить информацию об игре. В этом поле мы будем указывать, сколько игр нам нужно промоделировать. Добавим кнопку запуска. Добавим надписи, которые будут показывать процент побед для каждой из стратегий. Ну а сверху просто подпишем, где какая стратегия применяется. Меняет игрок дверь или отказывается от замены. Поехали писать обработчик нажатия кнопки. Переменная К – это общее количество игр. Это значение мы берём из текстового поля Edit1. Переменная И нужна для счётчика. Нам нужно пройти по всем номерам игр от 1 до К, чтобы промоделировать каждую игру отдельно. Нам понадобится массив, чтобы описать состояние дверей. Для начала заполним его прочерками, типа все двери свободны. Добавим пару переменных. W – это позиция с выигрышем. Выберем её случайно. И сделаем пометку в массиве значком доллар. PS – это выбор игрока. Тоже случайный. OS – это строка текста о ходе игры. Для начала запишем в ней массив с состоянием дверей. Выбор игрока в массиве пометим крестиком. Теперь в массиве нам нужно найти свободную позицию. Это та дверь, которую должен открыть ведущий. А в строку допишем, какую дверь выбрал игрок и какую дверь открыл ведущий. Теперь нам нужно найти номер двери, на которую может перейти игрок после открытия свободной двери. Добавим две переменных, в которых мы будем считать количество побед для каждой из стратегий. И занулим их в начале работы. OS – это строка для второй стратегии. OS – это строка для второй стратегии. Скопируем в нее первую строку и припишем, на какую дверь сменил выбор игрок. Если первоначальный выбор совпал с номером выигрышной двери, то припишем победу одной стратегии. Если номер новой двери совпал с выигрышной, то зачислим победу другой стратегии. В текстовые поля выведем отчет об игре. А, ну и в начале было бы неплохо очистить эти поля. Проверяем. Из-за того, что каждая строчка выводится по отдельности, это занимает много времени. А, ну и проценты мы забыли вывести. Сделаем еще пару переменных для подсчета процентов. Но тут ничего сложного. Количество побед разделить на общее количество игр. Чтобы строчки не выводились по одной, нужно перевести текстовое поле в режим обновления. Ну а в конце отключить этот режим. Добавим текстовым полям полосы прокрутки. Ну и немножко подправим интерфейс. Ну, давайте проверять. Что? 50 на 50. Не может быть. Они ошибались. Все математики ошибались. Они оказались правы. Хе-хе. На самом деле это результат всего 10 игр. Для 10 игр можно получить какой угодно процент побед. А если попробовать то же самое для 1000 игр, то результат будет уже совсем другой. Файлы этого проекта можно скачать на моей страничке Бусти. Ну и кто хочет, может поддержать меня материально. Ссылочка в описании. На сегодня все, но впереди еще много всего интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова